Привет! Сегодня мы с вами попробуем поработать с шовером. Что это такое? Вы можете спросить. Это такой движок презентаций. Я его делаю уже много лет, и тут на днях меня в Твиттере спросили, а покажи, может быть, workflow, как ты создаешь новые слайды, как ты вообще работаешь с темой твоих слайдов, как ты добавляешь новые какие-то части, и как это вообще работает. Ну как я вообще начал пользоваться его, создавать? Я просто начал делать слайды в HTML. И так получилось, что каждый раз, делая новый доклад, я что-нибудь улучшал, 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 и таким образом проект развивался. Вот так и происходит. И многие брали себе эту тему, этот движок, использовали его, и потом просто забывали, что он обновился, или там что-то новое появилось. И, во-первых, это покажет, как я работаю со слайдами, а во-вторых, покажет, как с ними можете работать вы. И знаете, даже в-третьих, те, кто давно пользовался шовером и до сих пор продолжает им пользоваться в таком режиме, со старыми темами, со старыми какими-нибудь там, не знаю, способами работы с ним, узнают что-то новое, что пора обновиться, например, или что-нибудь поменять в своих процессах. В общем, сегодня HTML-слайды в браузере, в редакторе кода, никаких кинноутов, пауэрпоинтов, а просто чистый фронтенд. Для начала коротко посмотрим на то, что такое шовер. Наверняка кто-то из вас не видел, что это такое, и интересно, что это вообще и зачем, и пригодится ли это вам. Тоже вопрос интересный, да? Есть такой сайт, шовер.me, без гласных, модно, на котором лежит, собственно, пример презентации. Это просто набор слайдов, которые содержат текст, картинки, номера страниц, какие-то крупные заголовки, какие-то мелкие слова, таблицы, списки, ну, в общем, все, что нужно на слайдах. Но на самом деле это не все, что умеет шовер, это не все элементы, встроенные в тему. Мы на них еще подробнее посмотрим. Ну, а работает он просто. Вы нажимаете на первый слайд, вы нажимаете на фуллскрин на клавиатуре, как у вас там на операционной системе он работает, и все, вы просто листаете слайды вперед, 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 и проходите, можете что-то показывать по частям. В общем, простая довольно интуитивная система, работает с горячими клавишами, полностью работает на HTML-CSS, ничего здесь такого нет. Ну и, понятное дело, нужен JavaScript для каких-то вещей, чтобы перелистывать слайды, уходить в фуллскрин и прочее, и прочее. А так все довольно просто. У шовера есть две темы, одна называется Ribbon, другая Material. Ту, которую вы видели сейчас, она называется Ribbon, то есть ленточка. Там просто страница обозначается ленточкой. Material, она больше похожа на Material Design гугловский, по крайней мере, сделана по мотивам его. Ну и вот такие вот две встроенные темы, которые, по возможности, практически идентичны, просто выглядят немножко по-разному. Мы сегодня еще на Material посмотрим, но главное, давайте попробуем понять, как начать работать с шовером, как создавать слайды, и как это вообще может удобно для вас работать. Не будем терять время и поставим утилиту, которая очень сильно поможет вам работать с шовером. Это утилита командной строки, которая очень сильно все упрощает. Давайте напишем npm install global, чтобы она была доступна из любой папки, shover CLI. Отлично, поставилось. И напишем сейчас следующее. Shover create. Ну и, например, назовем наши слайды слайды. Slides. Запустили. Ага, ribbon. 16 на 9. Ставит зависимости. Готовит нам папочку со слайдами. Готово. Это что за утилита такая классная? Наверняка вы про нее не видели, не слышали. Пришел тут ко мне Николай Говоров и говорит, а давай-ка я сделаю командную утилиту, которая будет клево работать. Мы немножко повозились с ним, поговорили, и получилось очень даже неплохо. То есть у вас, получается, есть такой визор, который вас спрашивает, что вы хотите. Можно создать слайды, можно начать слайды редактировать, можно слайды подготовить. Мы дальше посмотрим. И получается, что вы пишете, что вы хотите, и он вам задает дополнительные вопросы. Например, в случае создания слайдов, в каком формате вы хотите. 16 на 9 или 4 на 3. Дальше спрашивает тему или наоборот. Ну, в общем, задает вопросы, а потом ставит зависимости, готовит и создает папку, которую вы указали при создании. Ну, или папку по умолчанию, если вам лень придумывать название. А теперь давайте перейдем в эту папку со слайдами и посмотрим, что у нас там есть. У нас есть индекс HTML, в котором все очень просто. Вьюпорт, стиль и какие-то настройки базовые. Шапка, секция, футер, прогресс, подключаются скрипты. В общем, все довольно-таки просто. И из этого всего получается ваша презентация. И, собственно, слайды вы пишете прямо здесь, в HTML. Кроме этого, здесь есть пакет JSON, в котором есть несколько скриптов, и все зависимости, понятное дело, прячутся в NodeModules, в том числе ядро шовера, темы, и сам CLI-инструмент тоже прячется там. Вернемся в консоль и напишем. шовер, серф. Запустился сервер. Он по умолчанию ничего не открывает, поэтому кликаем сюда, ну или копируем и вставляем в браузер, и получаем слайды вот в таком виде. Мы получили один пустой слайд, который мы открываем, листать некуда, но зато все прекрасно завелось и работает. Дальше мы можем спрятать нашу консоль, открыть индекс HTML, ну и начать редактировать наш слайд, сделать здесь, давайте откроем его в полном экране, и напишем здесь что-нибудь типа h2, слайд. Ну все, получилось, обновилось, и классно работает. Кстати, заметьте, что мы сейчас начали написать по-русски, а документ у нас по-английски, поэтому давайте не будем забывать указывать правильный язык. Ну в общем, это базовая вещь. Вы берете, ставите глобально на вашу систему утилиту Shover CLI, для этого нужен Node.js, npm, ну я думаю, вы примерно знаете, что это такое, если нет, почитайте, поставьте себе Node.js, да. А так вы потом получаете утилиту Shover, которую можете создать Create, Surf, Prepare, Archive и так далее, и, собственно, это поможет вам, очень поможет вам разрабатывать слайды. Хорошо, у вас есть слайд, у него есть заголовок, а дальше-то что делать? Где все вот эти вот чудесные возможности, которые я вам показывал и говорил, что их на самом деле гораздо больше? Где вообще найти документацию? Где шаблоны слайдов? Где список всех возможностей? Где все? Оно на самом деле прямо здесь под рукой. Просто его нужно открыть. Давайте мы с вами откроем пример всех слайдов со всеми ими возможностями, оценим, что нам нужно, что нам интересно, и попробуем создать, скопировать какие-то части оттуда. Как я уже говорил, все зависимости хранятся в Node.modules, очевидно, и там есть папка Shover. Из-за того, что эта организация, она начинается с собачки и начинается сверху, искать не нужно. Открываем и видим, там три папки — CLI, Core и Ribbon. Это все, собственно, утилита, которая нам все сейчас помогает делать. Это ядро Shover, там JavaScript. А тут тема — Ribbon. Мы ее открываем и видим, что здесь есть индексы, HTML, стили, картинки, шрифты. А, вот откуда все подключается. И на самом деле действительно все подключается прямо отсюда. Node.modules, Shover, Ribbon и так далее. И знаете, что мы сделаем? Мы сейчас откроем наш сервер еще разок. Вот этот наш слайд. Скопируем сюда Node.modules, Shover, Ribbon и просто вставим вместо параметра. Раз, вставили. Ого! Смотрите, что это у нас здесь такое. А здесь у нас все, что умеет Shover. Давайте сузим окошко и посмотрим поближе. Здесь у нас текстовые слайды, заголовки, ссылки, цитаты, списки, вложенные списки, колонки 2, колонки 3, колонки 4, колонки с заголовками, таблицы, таблицы с подсветкой, код такой, сякой, третий, четвертый, черный слайд, светлый слайд, картинка, которая вписывается, картинка, которая вписывается по горизонтали, по вертикали, точечки, элементы, которые мы можем расставлять по разным частям, помещать элементы, новый элемент Spotlight, заголовки, в общем, много-много-много всего такого. Минус в том, что здесь отсюда ничего не работает. Это просто демонстрация того, что шовер может, и, соответственно, это не полноценная интерактивная демонстрация. Но мы можем открыть полноценную интерактивную. Мы можем сходить по адресу шовер.me, написать здесь шовер themes ribbon и получить полноценный интерактивный гайд. Но если у нас, не знаю, нет интернета под рукой, видите, как все переключается, здесь есть еще направляющие и так далее. Но если вдруг у нас нет интернета под рукой, и мы имеем просто папочку node-modules рядом с нами, мы можем просто взять, открыть ее, открыть индекс html и начать копировать оттуда примеры. Все есть прямо здесь, и вы можете посмотреть, как оно работает и что из этого вам пригодится в вашей текущей презентации. Ну, в общем, основа ясна. Мы берем утилиту, ставим, поднимаем и получаем рядышком презентацию, которую мы можем редактировать. Можем подсматривать в тему какие-то там есть элементы. Можем подсматривать это все в более интерактивном режиме на сайте. Это тоже довольно удобно. И получается, что, в общем, сиди до работы над слайдами. В этом месте я бы мог просто сказать пока, спасибо, что посмотрели, используйте шовер, болейте футболом и вот это все. Но я вместо этого покажу вам некоторые возможности шовера, которые появились за последние несколько месяцев, может быть, за последний год, про которые кто-то мог не знать, и они, мне кажется, здорово помогают делать интересные слайды. Давайте вернемся в нашу пустую презентацию. И посмотрим, что интересного есть у нас в той теме, которая у нас локальна. Напомню, что это примеры всего, что шовер может, точнее, что может тема ribbon. Я не буду показывать самые очевидные вещи, покажу только интересные. Например, вот. Как видите, здесь есть такие опорные корневые классы шовер-лист. По умолчанию презентация открывается в режиме списка и зайти в полноэкранный режим вы можете, нажав на какой-то слайд. Соответственно, тут в адресе добавится get-параметр full. Но если вы хотите, чтобы ваши слайды загружались по умолчанию в полноэкранном режиме, вы можете просто здесь написать full, и тогда они всегда будут запускаться. Вы можете выйти в список, тогда вам нужно нажать escape и получить список. Но когда они будут загружаться по умолчанию, они будут загружаться так. Кстати, есть еще одна интересная особенность. Get-параметр full появился сравнительно недавно. Он какое-то время не поддерживался в браузере. Так вот, если вы скопируете ссылку на ваши слайды в интернете и добавите к нему этот параметр full, слайды тоже откроются в полноэкранном режиме, несмотря на то, что здесь, допустим, стоит лист. То есть вы можете по-разному управлять то, как слайды открываются. Ну, а давайте вернем лист. Мне нравится смотреть на слайды в таком режиме по умолчанию. Видите? Они не вернулись, потому что get-параметр. Ну, в общем, конфликтуют они иногда. Что еще интересного? Вообще есть момент, когда вы разрабатываете ваши слайды и вам хотелось бы видеть сетку темы, чтобы не слишком из нее вываливаться. Тогда вы можете написать здесь просто grid. И тогда на ваших слайдах появится сетка, которая показывает боковые колонки, центральную колонку, основу для заголовка, более мелкую сетку, на котором выстраивается текст. В общем, это довольно-таки удобно. Раз. Смотрите, весь текст лежит на этой сетке. И отступы так рассчитаны. Это довольно-таки удобно. Оно позволяет вам делать все более-менее красиво. Как вы видите, шоевер — это совсем не визуальный редактор. Вам нужно писать код, чтобы получить полностью контролируемый вами результат. Все видно, все понятно. И если вы хотите разобраться в шоевере еще глубже, например, понять, как какие-то вещи устроены, как вам скопировать какую-то возможность или использовать ее на 100%, вы можете пойти еще глубже. Вы можете не просто посмотреть на список возможностей шоевера на странице темы, локально или удаленные на сайте, а посмотреть, как устроены сами стили шоевера. Давайте мы сейчас быстренько туда заглянем. Но на самом деле, если вам интересно, расскажите об этом в комментариях. Я могу сделать отдельное видео, где рассказать, как устроена тема шоевера. Там много чего интересного. Давайте подсмотрим. Сходим в ту самую папку, которая у нас была. шоевер, риббон, стайлз, и вот здесь вот есть корневой файл стайлз, в который импортируются шрифты, шоевер, бэдж, капшн, прогресс, риджин и так далее. Какие-то части всего файла темы. А дальше уже в них импортируются другие части и так далее. То есть здесь все довольно-таки сложно устроено. Плюс еще у шоевера есть версия для печати, и ее, может быть, тоже стоит показать, но как-нибудь, наверное, в другой раз. И здесь все работает на кастомных свойствах, на разным родом импортах, вложенностях, медиафичах. В общем, тут много чем можно заняться, но главное, главное, что, например, если вы хотите узнать, как устроен, не знаю, какой-нибудь модификатор с колонками, вы можете пойти на слайд, поскольку это внутри слайда происходит, поискать какие-то элементы. Например, вот колонки. Смотрите, как устроены колонки. Они просто так, потом columns 2, columns 3, columns 4. Для каждого свой отдельный шаблон. Видите? И гэпы установлены для всех одинаковые. То есть вы можете сами посмотреть, как что устроено в зависимости от ваших потребностей, и потом переписать, доделать или разобраться, как оно на самом деле работает. Закроем лишнее и вернемся к демонстрации. Из интересного в последнее время появился компонент Spotlight. Давайте посмотрим, он где-то здесь был. Да. И это, я бы сказал, новое поколение компонентов шовера, потому что оно устроено все немножко по-другому. Давайте посмотрим, где он тут лежит. Вот, Spotlight. Что происходит? Вы берете дивчик, копируете его, вернемся к нашему слайду, и после какого-то контента ставите. И у вас появляется высвеченная область. То есть вы можете включить ее в какой-то момент. Более того, в шовере есть встроенный класс Next, который сначала прячет, а потом показывает. То есть если вы напишите Next, по умолчанию все спрячется. Потом вы нажмете вперед, но слайд не переключится, покажется следующий компонент. Давайте спрячем это. И вы можете задать опасности какой-нибудь совсем другой, не знаю, например, 0.8, и Spotlight будет жесткий. Вы можете радиус написать 0, и тогда Spotlight будет квадратный. А можете написать его, не знаю, в пикселях. Тогда будет скругленный прямоугольник. Удобно, да? Можете размеры менять. 128, например, поменьше, побольше. Расположение Spotlight. То есть если вы не задаете размеры, он спозиционируется по центру, а дальше уже от центра вы можете обозначать смещение, используя минусы, плюсы и так далее. Вот такой вот компонент, который не заставляет вас писать инлайновые стили, как некоторые компоненты шовера, но содержит некоторые настройки. Хотя на самом деле здесь можно написать и инлайновые стили, если вы знаете, как компонент устроен. А как это узнать? Да, все верно. Вы идете в тему, вы смотрите на компонент Spotlight и разбираетесь. Это просто один класс, у которого многие вещи настроены через кастомные свойства, которые он принимает. Более того, разобравшись, как он здесь устроен, вы можете подсмотреть, что есть не просто Spotlight Size, а есть Spotlight Width, ширина и высота. И, в общем, так они все сочетаются и работают. Это один пример использования Spotlight. Но есть другой. Тот же самый компонент на самом деле может выглядеть совсем иначе. Смотрите, я сейчас скопирую его к нам на слайд, и вы увидите. Раз, два. Видите, вместо кружочка можно сделать полоску, которая имеет ширину 1024, высоту 50, и относительно центра она можем менять смещение сверху. Откуда взялся этот компонент? Просто делая один из своих слайдов, я подумал, я хочу подсветить какую-то часть слайда и сделал для себя это все, естественно, без кастомных свойств, просто захардкодил. Мне понравилось. Я подумал, надо добавить это в тему. И добавил. И в итоге с каждым моим докладом тема шовер, а потом я это еще и портирую в Material, развивается. Кстати, о Material. Давайте просто мельком посмотрим, как она выглядит, и будем закругляться. Давайте посмотрим. Сходим на сайт и просто напишем здесь вместо Ribbon Material. Вот такая вот она зелененькая, или любая на самом деле. Самый кайф этой темы, что она настраивается. Если вы сходите в DevTools и посмотрите на стиле, ну или просто в самом файле темы, вы заметите, что здесь есть довольно интересная штука. Color Key. Давайте попробуем поменять его. Сейчас он у нас зеленый, а мы с вами откроем и сделаем его другим. Видите? В этом кайф, собственно, темы Material. Она позволяет задавать ключевой цвет, и относительно этого ключевого цвета какие-то части темы радостно меняются, и вы можете довольно-таки легко получить собственную тему, которая выглядит совсем иначе. То есть брендирование довольно-таки простое получается. То есть тут есть какая-то основная нейтральная серенькая тема, а все остальное, ну, крутите как хотите. В общем, это шовер. Есть тема Ribbon, есть Material, есть командная утилита, есть возможность создавать слайды в HTML, прямо в браузере, если вы любите верстать, если у вас есть время сделать идеальные слайды, если вы не просто хотите накидать что-то в PowerPoint или Keynote. Поэтому пользуйтесь. Это первая мысль. Вторая мысль. Если вам понравилось то, что я показал сегодня, приходите в комментарии и расскажите, потому что я могу показать, как устроена непосредственно тема, какие там интересные штуки использованы внутри, и, возможно, даже если вы не создаете собственные слайды, не делаете доклады, возможно, это пригодится вам в работе. Там довольно-таки нетривиальные вещи использованы, кроме там вложенных импортов и странных классов. Там есть еще довольно-таки интересные решения. Можете покопаться сами, а можете сказать «а покажи нам», и я с удовольствием разберусь, как устроена тема Material, как устроена тема Ribbon, какие там интересные штуки есть. Так что вот это мой open-source проект. Приходите участвовать в нем. Я всегда с интересом жду пул реквестов или просто идей. А также, безусловно, приходите говорить, интересно вам или нет. Ну, это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что это видео первым увидят мои патроны, поэтому, если вы хотите увидеть следующее видео первыми, становитесь патронами. Небольшая сумма в месяц позволит нам быть немножко ближе, а вам получать эти видео раньше и, может быть, какие-то дополнительные штуки, которые я периодически разыгрываю, раздаю и делаю приятно патронам. А если вам и так нормально, пожалуйста, смотрите видео, ставьте ваши лайки, дизлайки, выражайте свои мнения, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, чтобы больше людей смогли узнать об этом видео. Ну и, конечно же, пишите, чего вы хотите увидеть дальше, что вам интересно. И увидимся в следующем видео. Пока.